КОНЕЦ 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 Неуклонно продвигаясь вперед, Красная Армия восстанавливала на своем пути телеграфные телефонные линии, строила новые железные дороги на месте взорванных и разбитых. Фронт должен быть полностью обеспечен всем необходимым. КОНЕЦ Каждый день на передовые позиции приходили свежие газеты. Бойцы и командиры внимательно следили за жизнью в родной стране. Субтитры создавал DimaTorzok Фронт ни в чем не терпел недостатка. Механизированные походные хлебозаводы двигались с армией. Бойцы на передовых позициях всегда были обеспечены свежим хлебом. Субтитры создавал DimaTorzok Бойцы и командиры были окружены заботой и любовью трудящихся нашей страны. Ежедневно на передовые линии прибывали подарки и письма. Комиссар полка Орденоносец товарищ Казаков в участии гражданской войны делится своим боевым опытом с молодыми бойцами. Комиссары были первыми товарищами бойцов и в бою, и в дружеской беседе. Бюро комсомольской организации Нской части рекомендует в партию мужественного бойца товарища Бондаренко. Артиллерист-наводчик товарищ Вараби пишет перед боем заявление о приеме в партию. Лучшие люди армии, верные сыны нашей Родины, шли в бой коммунистами. КОНЕЦ 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 Комбриг Федор Евгеньевич Вещев непосредственно руководил боевыми операциями. За доблесть и отвагу в борьбе с велопилями комбригу Вещеву присвоено звание Героя Советского Союза. КОНЕЦ КОНЕЦ Аэронавты ведут наблюдения за действиями артиллерийского огня. Звездисты передают их сообщения нашим батареям. КОНЕЦ